Приветствую всех вас на странице Тора Ведьмы, и я подготовила для вас, для всех моих гостей, подписчиков и моих клиентов постоянных интересный расклад на 4 королевы, так как в основном меня смотрят именно королевы, 4 стихий, королева мечей, посмотрите, здесь есть королева пентаклей, королева жезлов и водная королева, все 4 стихии, выбери свою стихию, и мы посмотрим расклад на 2023 год по личной жизни и по работе. Давайте, поехали, вместе со мной с Торо Ведьмой посмотрим. Жмелай для энергообмена, если ты хочешь заказать свой годовой Торо прогноз, подробный, личный, по фото, по имени, по дате рождения, закажи его по ссылке в шапке профиля Такплинк, я буду ждать тебя на годовом раскладе. Давай, поехали, посмотрим. Давайте начнем, девочки, вот так захотелось мне, с королевы жезлов, потом королева мечей, королева пентаклей и водная королева. Досмотри это видео до конца, дождись ответа Торо Ведьмы. Тот, кто у нас овен, стрелец либо лев, приветствую тебя, королева жезлов, огненная, темпераментная, импульсивная, эмоциональная. Давай посмотрим, что тебя ждет королева жезлов именно в 2023 году в личной жизни и в финансах. Давайте первые карты посмотрим, девочки, именно по личной жизни. Что ожидает представителей огненной стихии, огненных знаков зодиака на 2023 год в личной жизни? Карты проявите мне, пожалуйста. Что ожидает в 2023 году в личной жизни? Выход из токсичных отношений, так что королева жезлов, возможно, проиграется именно та ситуация, девочки, у вас, у кого были токсичные отношения. В 2023 году все какие-то зависимые токсичные отношения разорвутся, придет абсолютно новый этап и абсолютно новый человек. Здесь, кстати, мужчины вышел в воздушной стихии, близнецы, весы, водолей. Поэтому королеву жезлов ждет трансформация в личной жизни, новые отношения и уход старого партнера. Прекрасно. Давайте еще уточним, что в личной жизни ждет представительниц огненной стихии. Совет от карт. Давайте, какой дадут карты? Не стоять на месте, принять решение. Если ты сейчас находишься в токсичных отношениях, где ты должна принять решение, торопись, королева жезлов. Не тяни, как говорится, кота за яйца и не бери этого кота в 2023 год. Тебя ждет абсолютно новый человек, он уже, можно сказать, здесь, на пороге. Рыцарь Пентаклий. Прими же скорее свое решение и двигайся вперед. Да. Давайте посмотрим, что королеву жезлов ждет именно в финансах. По личной жизни могу сказать, что трансформация. Выход из одних отношений и уход в другие, в новые. Что ждет королеву жезлов? Овен, стрелец, либо лев по финансам. 2023 год. 2023 год. Что ждет по финансам? Что ждет по финансам? Интересно, но эти же карты выпадают. В плане финансов тоже не стоять на месте, развиваться. Если кто-то из вас примет решение уволиться и пойти в новую работу, все дороги открыты. По рыцарю Пентаклий первая половина года, возможно, будет как-то все медленно с финансами, потом будет ускорение. Но по карте башни в работе, так же, как и в личной жизни, представительность огненной стихии ждут изменения новости и переход, возможно, даже на новую работу. Поэтому, кто стремился выйти, например, с работы, где все очень так, шатка, валка с деньгами, либо очень медленно, пожалуйста, предпринимайте какие-то усилия для того, чтобы увеличить ваш финансовый канал и финансовый поток. В целом, финансы будут, работа будет, но и изменения будут. Давайте совет от карт по работе, по финансам. Королева Жезлов, совет от карт какой? Башня, пройти свою трансформацию. У вас будет очень интересный 2023 год. Все поменяется с ног на голову у королевы Жезлов и в финансах, и по личной жизни у вас все изменится. Поэтому, королева Жезлов, желаю вам добра. И мы переходим к следующей королеве. Давайте посмотрим. Водная королева. Это скорпион, рак рыбы. Карты проявите, пожалуйста. Что ждет королева кубков? Это скорпион, рак рыбы, представительница водной стихии в личной жизни. Что ожидает королев воды в 2023 году в личной жизни? О, водный король вышел. Интересненько. Ну, кто у нас уже здесь в браке, то в браке и будете, девочки. А кто хотел отношений, сейчас без отношений, идет мужчина. И, скорее всего, даже не один. Девочки, здесь вышло два. Карта императора и карта короля воды. Поэтому тоже идет скорпион, рак рыбы. У кого-то карта императора, это мужчина овен. Поэтому, девочки, кто уже в отношениях, в них и будете. Кто без отношений, у вас еще и выбор будет в личной жизни. Двое мужчин выпало. Карты проявите. Что еще ожидает королева воды в личной жизни? Карты Ерофанта. Девочки, кому-то из представительниц водной стихии сделают предложение в 2023 году. Поэтому, кто еще только был в каких-то гражданских отношениях, вас ждут изменения в направлении брака. Поэтому по карте Ерофанта, кто был в браке, в браке остается. Кто, девочки, без брака, выйдите замуж в 2023 году. Карта Ерофанта. Что еще? Какой совет по личной жизни дадут карты водной королеве? Какой совет? Какой совет? Все-таки менять свою жизнь, думать позитивно и принять это самое решение. Что вы будете делать своей жизнью? Примите предложение, не примите предложение. Если вы его долго ждали, то по карте Солнца я вас поздравляю. С личной жизнью, наконец-то, идут долгожданные перемены, укрепление связи, укрепление отношений, вхождение в законный брак. Кто-то скоро просто по этим картам получит предложение руки и сердца. Супер! Давайте посмотрим. Водная королева, скорпион, рак, рыба. Что же по финансам ожидает? Что скажут карты для королевы кубков в плане финансов и работы на 2023 год? Карты проявите, пожалуйста, что вы видите, что скажете, что предстоит, что ожидает в работе. Что предстоит и что ожидает в работе? Что предстоит и что ожидает в работе? По сфере работы могу так сказать. Либо останется все так, как есть по работе в 2023 году. Если кого-то не устраивает, например, ЗП, то карты показывают о том, что вполне возможно нужно будет принять решение. Остаетесь вы работать на той работе, которая вас не устраивает, или идете куда-то в новое. Потому что пятерка пентагри, четверка кубков, либо кого устраивает ситуация так, как есть. Ну, в первой половине года, примерно 5 месяцев, все будет без изменений. Денежки будут, но не супер, вау, какие шикарные. Давайте уточним, стоит ли менять работу в 2023 году королеве кубков? Потому что по деньгам, что-то здесь, девочки, выходит немножко такая некая стагнация у водной стихии. Стоит ли менять работу? Да, девочки, да. Поэтому у кого здесь застой, я бы вам рекомендовала, во-первых, сделать денежный ритуал. Во-вторых, подумать о работе. У кого-то идут переезды, смены. Даже кто-то примет решение уже в начале года уволиться, либо даже кто-то успеет уже в конце декабря. Но карты показывают, на 2023 год, та работа, которая вас не устраивала, вы ее, скорее всего, смените. У кого-то даже будет работа в вахты, переезды, путешествия в другие страны. Но по этим картам, да, здесь будет жизнь очень сильно меняться. Именно финансовая сторона вопроса и работы здесь сильные трансформации идут. Поэтому королева воды, если не устраивает работа, подумайте уже прямо сейчас, в декабре, насчет следующего года. Скорее всего, придется сменить работенку, потому что, ну, по пятерке Пентакли, это скорее кризис. Поэтому вот так, советы я вам дала, приходите на годовой расклад. Королева Пентакли, это Козерог, Дева и Телец, представительницы земной стихии. Приветствую вас. Давайте посмотрим, что ожидает королеву Пентакли в 2023 году в личной жизни. Карты проявите, подскажите, дайте информацию для женщин земной стихии, земных знаков зодиака. Общая тенденция в личной жизни на 2023 год. Ух ты, карты исполнения желаний, пашкубков и, ну, конечно, карта работы. На первом месте, опять же, будет работенка, но, тем не менее, кого-то здесь захлестнет из представительности земной стихии новые чувства. И вполне возможно, здесь будет знакомство именно на работе, в рабочем процессе с новым партнером. Что еще ожидают? Карты Иерофанта. Интересно, какие-то кармические задачи и кармические уроки. И тоже не ровен час получить предложение в 2023 году выйти замуж, либо войти в отношения. Поэтому посмотрите, как здесь все переплетается, и работа, и личная жизнь. Время принять решение, время заняться этой самой личной жизнью. И девочки, кто уже в отношениях, отношения будут укрепляться. Поэтому представительница земной стихии тоже в личной жизни ждет стабильность, развитие, новые эмоции. И я могу сказать, что да, кого-то будет ждать предложение руки и сердца. Прекрасно. Но карты показывают, что отношением быть. Самое главное, у кого-то будет желание влюбиться, бабочек в животе, у кого-то захлестнет прям новые чувства. Поэтому, девочки, земной стихии, не расслабляем, как говорится, булки, работаем над собой, входим в отношения. Все будет прекрасно. И самое главное, что в 2023 году под девятки Пентакли все мечты о земной королевы сбудутся. Давайте посмотрим, что по финансам королева Пентакли. Что будет по финансам, по работе у женщин земной стихии? Что ожидает у женщин земной стихии по финансам, по работе? О, а вот здесь летят новые перспективы. Не только еще в любви. Но кто хотел открыть какое-то собственное дело, мечтал, думал, задумал, пожалуйста, здесь летит шанс от вселенной на открытие собственного дела. И причем очень скоро идут какие-то изменения. Если не по бизнесу, а кто работает в найме, девочки, здесь будет в 2023 году хорошее предложение. Хватайтесь за него. Денежная работа, да, какая-то премия, развитие, скачок. Поэтому по Тузу Пентакли это очень прибыльная работа. Поэтому 2023 год говорит о том, что в делах у королевы земли выходят самые крупные карты. Потому что короли, королева Пентакли и Туз Пентакли это самые крупные карты по деньгам второго. Поэтому все будет хорошо. Единственное, что все будет зависеть от вас. Вы здесь будете управлять и рулить, как вам быть. Либо собственное дело открывать и будете двигаться и развиваться в этом направлении. Либо будете принимать новое перспективное предложение по работе. Поэтому по финансам для королевы Пентакли очень удачный 2023 год. Поздравляю вас. Все будет прекрасно. Поэтому развивайтесь, двигайтесь вперед. Я за вас рада. Королева мечей. Это у нас близнецы весы водолей. Представительницы воздушной стихии. Достаточно такие женщины умные, проницательные. Да, логически развитые. Давайте смотреть вас. Королева мечей. Личная жизнь на 2023 год. Карты проявите, пожалуйста. Что ожидает королева мечей в личной жизни? Какие перемены? Какие изменения? О, интересно. Тоже карты, схожие, как у королевы Пентакли. Это карты исполнения желаний. Захлестнут новые чувства и новые отношения. Кто уже в браке, девочки, в браке и будете. Те, кто мечтал вступить в новые отношения, вы получите такое предложение. Захлестнут эмоции воздушную, извините, королеву. Потому что пашкубков это эмоции, это какие-то бабочки в животе. И это действительно новые чувства. Давайте посмотрим. Может быть, мужчину покажет, с кем будут в отношениях королевы мечей. Кто этот мужчина? Да, влюбленность девочки идет в 2023 году. Мужчину пока не показали. Но у тех, у кого ситуация, связанная с любовными треугольниками, могу так сказать. Скорее всего, из них будете либо выпрыгивать, либо решать, что с этим делать. Поэтому, девочки, кто был в любовном треугольнике, близнецы, весы, водолей, не время будет в 2023 году в этих треугольниках висеть. А кто все-таки останется в любовных треугольниках, ну тут только светит разбитое сердце. Поэтому, кто здесь вышел, выйдет, вернее, из отношений в 2023 году, то ждут новые отношения. Кто-то даже выйдет из любовных треугольников, а кто-то из брака, да, с разбитым сердцем. У всех проиграется по-разному. Главное, карты показывают не зависать в режиме жертвы, ожидания и разбитого сердца. Не закрывать свое сердце в 2023 году от новых отношений. И кому прилетела подсказка, выходите из любовных треугольников. Потому что здесь карты показывают о том, что... Даже соперницу вашу я вижу по картам. Это водная королева, скорпион, рак рыбы. Поэтому, девочки, кто в любовных треугольниках зависает, выпрыгиваем. Ждут новые отношения, новые эмоции. Что будет по финансам для королевы мечей, близнецы, весы, водолей? Что ждет по финансам, по работе? Тоже идут возможности. И эти же карты вышли, что и практически только одна другая карта, что и королевы пентаклей. Очень классные карты. В развитии, в работе, перспективы. Тоже у кого были идеи создать какое-то креативное дело, бизнес. У вас все пойдет, девочки. Это может быть работа в интернете, потому что туз пентаклей, туз мечей — это шансы. Это шансы, это предложения, которые летят, которые горят. На, вот говорят вселенная, на, королева мечей, не упусти. И король пентаклей, девочки, здесь еще может помочь вам, мужчина земной стихии, либо мужчина-предприниматель. В открытии этого дела, в открытии бизнеса. Либо мужчина возьмет вас на перспективную работу. И предложит хорошую, я бы сказала, компенсацию за нее. То есть у королевы мечей тоже будет 2023 год крайне прибыльный. В плане денег будут денежки. Неплохие и очень даже хорошие. Что еще скажут по финансам королеве мечей карты? Да, будет многое зависеть от вас. От вашей энергетики, от вашего энтузиазма. По жезлов берите, как говорится, быка за рога. В 2023 году. Да, да, да. Кто хотел открыть какое-то новое дело, сменить работу, время, подумать в начале года. Да, и даже, я бы сказала, спланировать уже в декабре по поводу бизнеса. По поводу ведения бизнеса, нового дела, либо смены работы. Если вам поступит предложение новое в 2023 году, и касаемо бизнеса, и касаемо работы в найме, принимайте. Это будет очень перспективное предложение. Поэтому роста, развития и удачи вам. Жду вас на годовых раскладах, годовые расклады по всем сферам жизни, по фото, по имени. Можно заказать через ссылку в шапке профиля, топ-линк. Если вы смотрите меня в YouTube, то пишите мне на WhatsApp, либо в Telegram. Желаю вам добра!